Одна индийская женщина из низшей касты попила из общественного фонтанчика. Воды, естественно. После этого фонтанчик стал считаться запозорным, зафоршматченным. В общем, не делай из него пить уважаемым людям. И тут все завертелось. Собрался собор почетных старейшин, многих уважаемых людей. И они вымыли резервуар коровьей с саниной. После этого фонтанчик стал считаться уже чистым и пригодным к употреблению продукции. На дворе был 2022 год. Какое самое экзотическое блюдо вы пробовали? Экзотическое? Моторо. А мы не бываем ни на каких островах. Нет, там Бали, еще какой. Почему? Мы пенсионеры. Саниной от коровы еще один не будет. По крайней мере, дед Степан Кондратьевич на это надеется. А в магазин он сбегал и взял коноплянку. Произведено в белорусских семинах конопли на стойках горкой. Поговори со мной. Тут обещают нам же на штрих-код навести необходимые ваши кнопочные айфоны. И бутылка с вами заговорит. Но я долго думал, а что же брать на закуску? Как бы глядя у грибы. Как-то думаю, взял баночку, а потом отставил у шкафа дальняя. Потом думаю, вот что сообразил. А ведь не было же на обзоры дедового огурца. Баночка какая замечательная. Грибов в этом году у восточной Беларуси практически очень мало было. Местами кто-то нарвался, но где-то как-то особо не запасся грибами. А вот там вот на Гродненщине, где эти проходят, вы понимаете, линия разграничения, там вот, говорят, урожай в агроградках был хороший. Ну, а у агроградки деда Степана Кондратьевича уродились огурки. Ой, глядите, яке чудовно. Тут у меня и смородина, и чесночок, и листья в вишенке, и хрен. Ой, и лаврушечка, и перчик. Не, в этой банке перчика нема. Ну, я взял такой на обзор, а сарте трошку с помидорчиками. Вот огурки. Рецептуру я вам расскажу, все очень просто. Видите, тут у меня получается они полумаринованные и полукислосолёные. Так, здесь что мы имеем? Коноплянка. Вода питьевая, подготовленная, спирт ищиловый, эректификованный, из пищевого сырья альфа, сок биорозовый, спиртованный, спиртованный настой зуброки, ароматный спирт имбира, спиртованный настой тысячелечника, семян конопли, настой душицы, спиртованный настой шабрыца, спиртованный настой цветкового липа, ароматный спирт зверобой, 巧 сахар, ароматный спирт эфирного масла мяты, мёд натуральный. В общем, напихали вы как положено. Наверное, будет вкусно. Так. Что-то не ускрывается. Что-то оно... О, ну вот что вы сделали? Вот смотрите. Запечатано какой-то пластиковой ерундой. А, ну тут есть язычок. Ты уже хотел за ножом лезть. Ага. Так, молодцы. Это у кострыша потом кинем. Так. О. Оп. Ой, я не могу с вас. Ну, добро. Давайте тогда попервать. Ой. Ой, а приятно. Запах приятный. Так, стоило по цене вот это 10.01. Да, ровно это 10.01. Обычно делают на одну копейку меньше, но тут сделали больше. Ой. Так. Шорчи что. Что-то запах еще пропал. Вот кострышем аромат идет. Хороший. Не спорю я вас. Стеклом опять несет. Ребята, первый раз такое, чтобы от крепкого настойки 40%. Крепость 40%. Несло стекло. Вот почему-то с горлышка вот немножко мед чувствуется. Да, ну ладно. Медовое, травяное послевкусие пошло. Выпь, зашло довольно-таки мягенько. Угу. Хочешь жрать? Жри. Хочешь выпить? Выпей. Да. Ой, ну ладно, давайте тогда вскрывать огурок. Я вам расскажу рецептуру. Где-то вот открывашка такая есть. Сейчас. Ой, согрела сразу. Замечательно. Хотел бы сказать, что сейчас начнут бомбить в комментариях. Мультитулом неправильно пользуешься. Да тут можно автоматическую открывашку включить. О. Дорогие мои человеки. Я вас научу открывать обглазье. О. Мультитулом. Ага. Мультитул у Еврооптина акция была приобретена. А то некоторые там думают, у деда этот... Короче, лучше топорыща открывашки нет. Вот, что-то я ее продыравил и наконец-таки ускрыл. О. Так. Ой. Ой. Вот это аромат. Ой. Боже мой, какая красота. Ой. Давайте помидоркой первую. Раз помидорки у меня тут лежат. Ручищами. Ой, закусить. Ммм. 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 О. Ммм. Хлопцы. Я не пойму, что вкуснее это или это. Рассказываю рецептуру. Как я готовлю. Все готовится очень просто. Пропорции соли и сахара следующий дед использует. Начается... Ой. Давайте полторой накапаем, пускай подышит. Я буду рассказывать коротенько. На литр рассола, будущего вашего, берете литр воды. Значит, туда идет 2 столовых ложки с горкой соли. И одна, либо столько же ложек, тоже 2, цукру. У уксуса берется одна ложка столовая. Без горки, естественно, уксус. С горкой уксус наливать не надо. На пол-литра, то есть на литровую баночку, 2 столовых ложки будет уксусом. Все. Ну, там специи ваши по вкусу. Тут шесночки всякие там, смородины. Все, что хотите, используйте. Лаврушки, хринюшки и все остальное прочее. Все это дело... Помытые огурки укладываем у банки. Я делаю так. Ничего не взрывается, ничего. Нормально все будет. Укладываете в банки. И, значит, сам кипятите, пока это все в банке стоит. Кипятите. Ой, прям перекусил. Ваш рассол. Закипело. Заливаем один раз горачей водой. Вашу банку. Так? Чтобы прогреть. Все уже помыто у нас. Крышка эта дыравая. Потом сливаем мы этот рассол опять сюда. Но уксуса еще мы не добавляли, нет. Для того, чтобы соблюсти точную пропорцию, уксуса в конце добавлять. Опять кипятим. Наши уже огурки прогреты. Как только закипело, опять заливаем нашим рассолом уже по-второму. Круг банки, естественно, просертирализованные. Можно кипятком, можно в духовке. Я у микроволновки иногда делаю. Ой, это срочно. Дубай, а то трохи морозно. Сегодня у меня на территории агрогородка. Ну и все. А вот теперь уже вы добавляете уксус. Когда уже залит наш рассол, чтобы точно были пропорции. Но смотрите. Значит, примерно в трехлитровой банке уходит где-то литр-два. 1,2 литра юшки. Значит, сюда 2 ложки точно столовых. Можно даже 3. Но это в дальнейшем. Когда вы откроете, буквально через 2-3 недели, чтобы простоялось, надо. Видишь, тут у меня такой налетик. Сейчас объясню, почему. Вот тогда уже вы засыпаете уксус. А потом уже закручиваете простерилизованными крышками. При такой пропорции 2 столовых ложки без горки уксуса на литр юшки, у нас получается, когда вы откроете, через месяц-два, через зимой, уксуса не будет чувствоваться. Практически не будет. То есть это слабо. Если вы хотите, и у нас по этому получается, сейчас, секунду, объясню, практически не то, что маринованные, а что-то среднее между солеными и маринованными грибами. Уксус нам этот позволит, как бы просто дает консервацию. Но если вы любите уксусные, тогда можете там 4-5 ложек уксуса на литр вашей юшки. Но я повторюсь, после укладки огурков и специй, у трехлитровой банки примерно 1,2-1,3 литра юшки заходит. Ну, если у вас ручище такая позволяет, сюда. Валерик на голове жуляй. Тогда можете плотничком уложить, может и меньше, литр уже уйти. Так что примерно замечайте, сколько у вас ушло юшки. Все, два раза залили, крышками уксус залили, крышкой закрутили. Можно поставить, положить кастрюляку большую и тихонечко на небольшом таком кипении ее поставить, чтобы она немножечко, даже не кипение, а там, ну, грычуя на грани кипения. Ну, минут 15, больше не надо. Если вы уже хотите, чтобы уверенно, наверняка убить все бактерии. И вот смотрите, у меня получилось, поскольку уксуса практически не было, ну, это, конечно, не брожение, брожения тут не было. Но вот эти такие вот соли все вот осели, как будто и вот белый такой налетик небольшой на огурках присутствует. Это вот я изготавливал когда, ну, летом было, да, когда вот урожай у меня в агрогородке поперло. Да. Ой, в общем, заговорился, дед. Ой. Так, сейчас подготовлю огурок. Ну, вот по такой рецептуре дед маринута огурки. Ну, в этом вот партии, так, сейчас я извлеку содержимое. В этой партии у меня сахара один к двум, то есть соли две ложки столовой с горкой, а цукру одна. Ну, можно и две добавить. Я сладкая как-то, я это не очень. О, ой, не уксусная, а именно такой соленый мариновеный. Хрустящий. Я что, думал, в магазине можно брать, сравнить с магазинами огурками, а потом думал, на кой черт. А оно мне надо. Вот, покажу зрителям мои огурки. Ммм, хлопцы. Они хрустящие, но они имеют не только соленость, но и с легкой маринованностью. То есть это практически как вот бочковые. У дубовых бочков, знаете, когда солили. Ой. Рекомендуем рецептур. Но, опять же, конечно, это не значит, что вот получше тот уточек. Потому что, знаете, один повар, вот два взять повара, а не строго соблюдая рецептуру, приготовят вам какое-то блюдо. А укус все равно будет отличаться. Вот так вот. Не знаю, от чего зависит. Может, от энергетики человеческой, может, еще от чего. Ну, в комментариях можете написать. Ой, так. Да, замечательно сегодня. Все-таки, какая хорошая вот зимняя наша отечественная природа у Агрогородки. Субтитры подогнал «Симон»! Предлагаю еще по одной. Что уже скромничать, правильно я говорю? Ну, за природу. Вообще легенько заходит. Ой, огурком. Ммм, хлопцы. Рекомендую. Сейчас похрущу. Следующая история тут произошла недавно с одним немолодым, но очень темпераментным мужчином. С ухиками. Продавал он комара на базар и надпись «Заменитель мужчин. Цена 25 рублей». Женщина подходит и спрашивает, а как им пользоваться? Приходите домой, раздеваетесь, выпускаете комара из банки и ложитесь на кровать. Если что не так, звоните мне. Женщина пришла домой, сделала все по инструкции эксплуатации. Комар вылетел, сел на стенку, лежит и ничего не происходит. Женщина в расстроенных чувствах звонит мужчине и говорит, приходите, что-то не то. Приходит мужчина до этой женщины, раздевается и говорит комару, смотри, тупица, последний раз показываю. Ну, что-то у меня уже и в голове это зашумело. Коноплянка, ну, сейчас подведем некоторые итоги, да. Совершенно однозначно. Ой, заговоры уже где-то. Молодец. Так, ну что, давайте еще по одной. Ой, помидоркой. Так, начнем с упаковки. Тут упаковка стекло и здесь стекло. Здесь у нас 3 литра, здесь 0,5 уменьшается. Это 10,01. Эта упаковка бесценна. С вами ручищами, дедовыми, произведена. В собственном агрогородке, между прочим. Так. Ну, это такая настойка, да. Можно. Это, как знаете, повседневно-праздничная такая. Ну, как бы, ну, не на стол. А, ну, вечером пришли вы там с рыбалки, с охоты. Из леса зимня домой у свой агрогородок. И немножко лызнули. Да, ну, так чуть-чуть для сугрею чисто. Ну, нормально. Я ничего не могу сказать плохого. Спирт альфы. Ну, да, спирт альфы. Изготавитель Минск Кристалл, управляющая компания Минска Зал Групп. Вот так, и Минск. Ага. Беларусь, город Минск. Ага. Ну, неплохо, как Кристалл Групп сделал. Ага. Ой. Перекущу хорошо. Огурки рекомендую вам попробовать по вот такому вот деду Степану Кондратьевичу рецепту. Видите, очень получается замечательный срез у них такой, структура хорошая. И у салата левье деда Степана хорошо добавлять, да. Все, дорогие мои человеки. На сегодня в этом замечательном лесе дед Степан Кондратьевич дегустировал вам свой огурок. Собственных подворей и коноплянков. Обязательно ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь роликами в Искотчевчах. Здесь Степан Кондратьевич любит, ценит своих зрителей. До следующих встреч. Пока-пока. Ой. Ну. Ой. И мед, и травки какие-то. А вот отсюда. С стеклом чуть-чуть. Странно. Первый раз такое.